В век интерактивных технологий побывать в Париже, прокатиться на сноуборде в Альпах или же посетить русский музей можно при помощи пары кликов компьютерной мышкой. Сотрудники музейно-библиотечного центра храма новомучников и исповедников российских чебоксарах решили расширить культурное пространство для своих прихожан. Здесь открылся второй виртуальный филиал знаменитого русского музея. Нам разве не нравится? Да! Познакомить детей с бытом и жизнью, например, 19 века, можно не только по скучным учебникам, но и в режиме игры. С открытием виртуального филиала некоторые занятия по истории можно проводить и здесь, в музейном зале храма. Конечно, в медиатеке представлены не все экспонаты, их свыше 400 тысяч, и отсоцировать все пока не удалось. Но при этом есть возможность заглянуть в закрытые фонды музея, например, увидеть коллекцию невыставленных скульптур. Сегодня мы открываем 178-й виртуальный филиал. Это 135-й филиал в России, 40 за рубежом, и даже два виртуальных филиала находятся в Антарктиде. Виртуальный музей в первую очередь информационный ресурс. Узнать все об истории создания произведения и его судьбе. Биография автора и его влияние на русскую культуру. А уже после вживую знакомиться с творением советуют работники русского музея. Тогда общение с искусством перейдет на другой уровень. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.